Красный автомобиль привычно шуршал по грунтовой дороге и вез свою хозяйку к родному дому. Там, в небольшой деревеньке, укрытой от всего мира, ждут ее два любимых мужчины сын Данила и муж Сергей. Наталья улыбнулась, представив, как будет радоваться ее сыночек встречи с мамой и как будут трястись его ручки в ожидании подарков. Женщина уже несколько дней не видела сына, потому что уезжала в соседнее село навестить больных родителей. В салоне играла тихая приятная музыка, создавая атмосферу уюта и тепла. Заехав на лесную часть дороги, Наталья поняла, что на лес уже опускаются сумерки и включила фары. Еще несколько километров и она дома. Вдруг мысли Наталья развеял чужой автомобиль, стоявший поперек дороги. Это был большой внедорожник, вокруг которого крутились молодые парни. Может, случилось что? Без всяких мыслей спросила Наталья. Может, помощь какая нужна? С этими мыслями она остановилась возле внедорожника и открыла окно. Парни, у вас что-то случилось? Спросила она, перекрикивая музыку в джипе. Подошедший парень наклонился к ней, чтобы разобрать ее голос, но потом, оглядев ее, ответил ну да, нам нужна помощь, пойдем со мной, поможешь. Наталья вылезла из своего автомобиля и отправилась за парнем. Музыка стихла, видимо, чтобы было легче общаться с появившейся женщиной. Так кому тут помощь нужна? Все еще не понимая, что тут происходит, пыталась выяснить Наталья у трех окруживших ее парней. Так нам всем нужна. Ответил один из них и положил свою руку на ее ягодицу. Поможешь? Да мы не обидим. Деньги есть, ты не переживай. И только сейчас до Натальи дошло, чего хотят от нее эти негодяи. Она развернулась и со всего размаха влепила наглецу звонкую пощечину. Ого, засмеялся он. А дама с характером она мне нравится. И в этот момент кто-то задесильно схватил Наталью за волосы, приподняв ее и притянув к себе. Женщина пыталась отбиваться, из ее глаз тут же потекли слезы. Мальчики, ну не надо. Ну отпустите меня. Я никому не скажу. А тот самый парень, которому она влепила пощечину, подошел к ней и демонстративно, одну за одной, начал расстегивать пуговицы на ее блузки, словно ее просьбы доставляли ему удовольствие. Ну да ладно, поговорили и хватит. Вдруг железным тоном сказал он, пора уже и делом заняться. С этими словами он схватил девушку и швырнул ее на траву, сам забираясь на нее сверху. Дик помоги вдруг закричала женщина и в этот момент, из окна машины, появился огромный серый волк. Глаза пьяных дебоширов сразу же округлились. Волк в два скачка добрался до них и ударом в груди шип насильника со своей хозяйки. Парень, не понимая, что случилось, попытался подняться, но волк тут же кинулся на него, начав рвать, как тряпичную куклу. Его друзья тут же протрезвели и попытались отбить своего товарища, вооружившись длинными палками, подобранными здесь же в лесу. Но Дик, развернувшись к ним и оскалив клыки, тут же переубедил их в этой затее. Видя ярость волка, парни бросили свое оружие и попытались бежать. Но Дик тут же настиг одного из них, повалив на землю и пытаясь вцепиться ему прямо в горло. Второй негодяй успел запрыгнуть в машину и закрыть за собой дверь, заблокировав все замки. Поднявшись, Наталья поправила разорванную одежду и скомандовала волку Дик, хватит, не надо. Волк послушно отошел от своей жертвы, все еще не спуская глаз сокровавленного мужчины охраняй, Дик скомандовала женщина, пытаясь отыскать свой телефон, и волк послушно сел возле злодеев. Примерно через час приехали машины полиции и скорой помощи. Участковый зафиксировал все обстоятельства произошедшего, а медики оказывали помощь пострадавшим подонкам. Что ж, тут мне все понятно, сказал подошедший полицейский. Ранее судимый гражданин, в состоянии алкогольного опьянения, в сговоре со своими подельниками решили произвести непристойные действия, доложил он. Одного понять не могу, сказал участковый, почесав голову. Как вы приручили волка, да еще и выдрессировали так? Спросил он, опасливо поглядывая на серого хищника. Наталья улыбнулась так, я ж его совсем крохотного нашла. Мы с мужем в лесу гуляли, грибы да ягоды собирали, вот я и нашла его. Лицо ее стало хмурым, окунаясь в эти воспоминания. Он возле матери своей мертвой сидел и выл. Видно, что уже не один день без еды и воды провел. Я его потом со шприца молоком отпаивала. Возилась с ним хуже, чем с ребенком. Улыбнулась она и потрепала за ушами подошедшего волка. Видимо, он все помнит, за это и расплачивается. А дрессировать волка занятие бесполезное. Если он не захочет, то его никак не заставить. Так что все, что он делает, так это сугубо по своему желанию. Да, ну дела удивился участковый, не сводя глаз с подошедшего волка и, стараясь незаметно отодвинуться от него, не подавая виду, что ему страшно, ладно, все, что мне нужно, я зафиксировал, можете быть свободны. Если понадобитесь, я вас вызову, сказал он и, развернувшись, быстро зашагал к своему автомобилю. Наталья невольно улыбнулась, глядя на такую реакцию стража порядка. Что, Дик, поедем домой? Спросила она у своего серого попутчика. И тот, словно поняв, о чем она говорит, тут же нырнул на заднее сидение автомобиля. Сидя на собственной кухне, уже приняв ванну и уложив сына спать, Наталья смотрела на беспокойные глаза мужа. Нет, ну как они могли, все еще негодовал он. Если бы не Дик, то и подумать страшно. Он посмотрел на спящего в углу волка. Наталья положила ладонь на руку мужа и слегка улыбнулась. Да успокойся, все же хорошо. Спасибо нашему волчонку, а я больше не буду такой дурой и не буду каждому встречному верить, пообещала она Сергею. Мужчина приобнял жену и виноватым голосом сказал, помнишь, а я ведь еще против был, чтобы ты его с собой из леса тогда забрала. Помню, смеясь подтвердила Наталья. Мы тогда еще с тобой чуть из-за этого не поругались, а он, погляди, каким другом и охранной нам стал. Сергей молча кивнул головой, подтверждая свою неправоту. После этих слов Дик вдруг поднял морду и одобрительно тявкнул. Вот и Дик подтверждает, засмеялась Наталья, еще крепче обнимая своего мужа. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok